Добрый день, дамы и господа! Всем привет от Диты из солнечной Канады! Сегодня мы идем в магазин, который называется Saks Fifth Avenue. Это магазин не простой, а магазин очень шикарный, можно сказать, лакжери, и с люксовыми товарами, с люксовыми вещами. То есть сегодня мы с вами пойдем по дорогим брендам, по красивым и очень недешевым вещам. Начнем с обуви и сумок. Ну вы сами видели, наверное, у входа, я уже сняла, и там были, у входа стояли туфли фирмы Firogamo. Много очень брендовых вещей, это, собственно, все брендовые вещи в этом магазине. Он считается мультибрендовый магазин, но с очень недешевым товаром. И это на самом деле американский магазин, открылся он в Канаде сравнительно недавно. Я буду вам кое-что показывать. Вот вы видите цены, как вы понимаете, что цены такие не очень подъемные, так скажем. Ну и бренды известные, которые все знают, и поэтому все знают, сколько они стоят. Очень красивые вещи, очень качественные, безусловно, за такие деньги, конечно, еще бы, чтобы они были некачественные и некрасивые, да. Вот, кстати, это как бы какая-то уже новогодняя инсталляция, как мне показалось, но потом я увидела, что в продолжении там, в общем, уже елки стоят, и на самом деле действительно Новый год прямо уже вот мы его ждем. Вернее, в Канаде это Крисмос, а Новый год это не такой уж сильный праздник, а в основном все отмечают Крисмос. И, в общем, ситуация такая, что всем хочется сказки, чудо. Ну вот, мы поэтому все ждем Крисмос и Новый год, а пока что продолжаем разглядывать красоту. И это такие, можно сказать, культовые туфли бренда Manolo Planic, синие, шелковые, с блестящей красивой пряжкой. Все мы знаем откуда, это из фильма Sex and the City. Там Керри Брэдшоу, значит, носила с этими туфлями, как с писаной торбой. Ну, в общем, я не буду пересказывать содержание, вы все знаете. Это стенд Валентина, здесь представлены как бы соножки, туфли, также и были ботиночки там наверху. Ну, в общем, цену я не буду называть, потому что я переворачиваю обувь, и вы все видите цену. Это опять Сальвадор и Феррагамо, они стояли у входа и стоят здесь. Вот эти туфли тоже, которые они очень-очень много лет, это их как бы трейдмарк, они очень много лет делают эти туфли с бантиком. И здесь немножко другой дизайн, но, в принципе, очень похоже. Ботиночки симпатичные, кстати, мне понравились. Ну, почему бы нет? Вообще, убранство магазина, это очень красивое. Вы видите, там дали стоят такие диваны с подушками, очень красивые люстры. Вот букет с гладиолусами, который я пощупала, потому что мне было интересно. Он очень похож на настоящий. На самом деле он, конечно, пластиковый, но выглядит очень достойно. Можно принять его за настоящие цветы. Это Стелла Маккартни была обувь. И дальше это Джан Витта Росси. И посмотрите, какая красота. Но если это не туфля для Золушки, то тогда что будет туфля для Золушки, я уже не знаю. Очень праздничная, нарядная, красивая колодка, красивый каблук. И, конечно, вот эти вот туфли со стразами, с блестками, это, конечно, шикарная, шикарная вещь. Всем очень бы понравилось, на любой девочке. А это уже стенд известных очень сапог, Батфорд, Стюарт Вайтман. Тоже, в общем, очень-очень много лет они были в топе. И они все их хотели, все хотели их купить. Вот эти вот Батфорды замшевые, вышколена. Ну, какое-то время они как-то немножко отошли. Но, на самом деле, по-моему, до сих пор они, в принципе, очень популярны. Это Сен-Лоран. Вы видите по каблуку. У них такой характерный каблук, который сделан из трех букв английских YSL, что означает, естественно, Ив Сен-Лоран. Но сейчас, кстати, они не называются Ив Сен-Лоран. Этот бренд, они переименовали его просто в Сен-Лоран. Не знаю почему, чтобы было короче, наверное, легче произносить это название. Вот видите, есть на каблуке босоножки и ботинки. А есть вот такие вот шлепанцы летние. До сих пор они их продают, и до сих пор они по полной цене, и они до сих пор не на сейле, как ни странно. Ну, вот так. Это бренд Аквазура. Тоже очень красивая обувь, очень элегантная. И дальше Rag'n'Bone. Это американский бренд. Такой люксовый, в общем-то. Но такой, видите, молодежный. В общем-то, по фасонам и по дизайну вы видите, что это более такая молодежная обувь, более модная. Вот те самые ботинки на толстой подошве с таким замочком спереди. А-ля Бабушкин. А-ля Бабушкин, прощай молодость. Но, тем не менее, это сейчас очень модно. Вот это вот уже другой бренд. То был Rag'n'Bone, а это Акваталия. Еще один бренд. Тоже очень дорогой. Как бы шикарно считается. Очень хорошего качества. На самом деле, я хочу сказать, что, может быть, на видео не видно, но действительно, вы когда видите эти вещи, то вы понимаете, что это действительно хай-класса вещи, которые, в общем, где-то так бы стоят этих денег, которые за них хотят. А вот это уже распродажа. Это сейл. И видите, какие хорошие цены. В общем-то, они такие уже смертельные. Вот я взяла этот ботинок черно-белый. Мне понравился интересный дизайн. И это, между прочим, Givenchy. Ну и стоит так, ну не то чтобы дешево, да. Я бы не сказала, что дешево, но не смертельная цена. Вот 480, это, по-моему, селин. То есть, как бы 480, это почти 500 долларов. Это немало денег. Конечно, немало. Но, учитывая то, что это селин, в общем, я думаю, что это уже не такая прямо ужасная-ужасная цена. Если очень-очень хочется, то можно подсобирать немножко денежек. И вполне себе можно это позволить. Или вот, например, Jimmy Choo за 330. Тоже, конечно, не бесплатно, но, тем не менее, не так, чтобы вот разорить банковский счет, чтобы купить эти босоножки. Очень симпатичные ботиночки, которые мне понравились. Я что-то не нашла их производитель. Кто это за бренд? Мне кажется, что я вертела-крутила. 526 долларов они стоят. Очень хорошая кожа, красивый цвет. Вот я там заглядывала внутрь, пыталась прочесть, но не знаю, не нашла. Ну, красивый, хороший цвет, интересный фасон. И вот эти рядом тоже бордовые, кожаные. Тоже мне понравились. Приятного фасона, красивый цвет. Тоже я не поняла, кто их производитель, что за название фирмы. Не всегда можно понять, потому что иногда очень часто написано внутри и очень часто непонятно. Вот это Stella резиновые сапоги. Я так понимаю, что это Stella McCartney. Ну, в общем, галоши, конечно. По цене совсем не галоши, но поскольку название бренд дорогой, то, естественно, стоят они тоже немало. Очень красивые, потрясающей красоты белые ботинки за 640 долларов. Самочек спереди. По периметру идут такие заклепочки там металлические у них по подошве. Красивые, очень симпатичные. А здесь уже немножко были вещи подешевле. Ну, можно сказать, совсем дешевые. Вы видите цену. Правда, тоже не разобрала я, кто это. Не поняла, что за название. Вот эти белые мне ботинки казаки. Очень понравились. Они тоже были не очень дорогие и очень симпатичные. Что за бренд, я тоже не вижу. Естественно, кожаный. Винс какое-то название. Я не знаю. Есть у нас бренд Винскомута, но это не они. Потому что Винскомута – это недорогая компания относительно. А эти, в общем, из дорогих брендов. И вот очень мне понравились вот эти ботинки. Тут я уже разобрала. Это Сиба и Клоэ. И стоят они тоже, ну, в общем, совсем, я бы сказала, ну, так бюджетно, можно сказать, по сравнению со всеми остальными. И мне понравился фасон. Очень они красиво выглядят. Симпатичные ботинки. И, в общем, на сейле вообще можно было купить вполне-вполне заприемлемые цены. Вот, кстати, вот эта вот новогодняя инсталляция, о которой я говорила, я с удивлением обнаружила, что там уже елки вовсю. И, в общем, мы уже готовимся к Новому году, к Крисмосу. Сняла еще вот эту люстру. Очень необычная, красивая такая, знаете. Ну, в общем, дизайн магазина заслужит особого внимания. Но я уже не стала снимать магазин. А, в общем, цель моя была другая. И я пришла к сумкам. Это бренд Коуч. Это наш американский, известный, недешевый бренд. Он не то чтобы люксовый. Я бы сказала, что это миддл-сегмент. Но, во всяком случае, есть в этом магазине, есть люксы, есть миддл-сегмент вещи. Есть очень дорогие, есть такие средние, среднедорогие, дорогие близны. Ну, вот, например, Марк Джейкоб, это, в общем-то, это средний сегмент, насколько я понимаю. Это не люксовые вещи, но они дешевые. А вот эти, помните, сумки? Несколько лет назад вот этот бренд Культ Гая, он ворвался, ворвался просто в моду со своими вот этими вот пластиковыми, пластиковыми или из бамбука, или из деревяшек, вот этими вот сумками. Они были везде и всюду. Это было страшно-страшно модно. Ну, вот сейчас некоторые из них на сейле. Некоторые до сих пор продаются за полную цену. Я дальше пройду, вам покажу, вы увидите. Вот это тоже все вещи, сумки на сейле. Это тоже Марк Джейкоб. Хороший такой, качественный черный шоппер, большой, в общем, вполне такой, то, что надо. Были сумки, вот это, по-моему, Ребека Минков, если я не ошибаюсь. Сейчас я посмотрю, там будет написано сзади. Сейчас я ее переверну, и я проверю, потому что я, конечно же, не помню. Да. Так вот, Ребека Минков, и это говорит о том, что, в принципе, сумки не только люксовые, но и мидл-сегменты тоже продаются в этом магазине, ну, такого хорошего мидл-сегмента. По-моему, Майкл Корс там нету, а вот все, что повыше, там, по-моему, продаются. Вот интересные клатчи такие, пластиковые, коробочки такие симпатичные, тоже они все были на селе, и вот это мне очень привлекло мое внимание. Естественно, я сорока, я увидела большой сапфир вокруг бриллианты, синий шелк, естественно, я не могла пройти мимо. Она была на большом селе, эта сумка, она стоила очень немало до распродажи, и мне стало интересно, что же это за бренд, и это Джимми Чу. Ну, я не знаю, у них настолько дорогие сумки, я знаю про их обувь, но вот про сумки как-то я не в курсе была, но, видимо, вот, да, действительно, маленькая шелковая клатч стоила, оригинальная цена была немаленькая. Это тоже бренд, вот этот самый Культ Гая, и это тоже на селе сумки. Я даже не могу это назвать сумкой, если честно, это такая бамбуковая коробочка с бусинами вместо ручки, но стоят так прилично, и потому что они были очень популярны, очень модны, какое-то время назад, несколько лет назад, это просто был писк и виск моды, ну, их до сих пор, они до сих пор продаются, и до сих пор они, видимо, популярны, но, на мой взгляд, это такая немножко не совсем сумка на каждый день, а больше даже не сумка, а просто такая фэшн вещь, которую вы можете иметь просто для игры, что называется. вот эта очень интересная сумка с такой кистью, с бахромой, в общем, много там всякого разного белого цвета, это Валентина сумка, по-моему, сейчас я посмотрю, да, это сумка Валентина, очень хорошей кожей, большая, такая вместительная, и необычная, интересно, мне понравилась вот эта вот ручка, как будто бы веревка, и вот эти вот кисти, стоила она, не вижу, по-моему, за тысячу долларов или что-то такое, а вот это очень интересный бренд, Strasberry, он представлен у нас в наших магазинах, американских, канадских, я не уверена, что он, видимо, он, конечно, есть в Европе, потому что, на мой взгляд, это английский бренд, наверное, он есть в Европе, но я мало про него знаю, если честно, я вижу его в наших магазинах, но я достаточно мало, как бы, его встречала, вот в этом магазине, в Сакске, в Савинне, он представлен, а я не знаю, где еще, если честно, я больше его нигде не видела, но сумочки хорошенькие, симпатичные, качественные, отличаются таким необычным дизайном, не похожим на многие другие, вот у них всегда присутствует какая-то металлическая деталь, спереди или как-то сбоку, в общем, необычный, есть у них свой шарм, ну, а это уже мы ушли из отдела распродаж, и перебрались в фулл прайс, так сказать, полную цену, и тут у нас такой тяжеленький, тяжеленький люкс, и в Сен-Лоран, а это бренд, который я долго искала название, там где-то было написано, я никогда тоже про него не слышала, видимо, это что-то наше, американское, но незнакомое мне название, сумки симпатичные, есть вот такие вот шопперы, обычного, обычного такого формата, а есть вот такие сумочки, в принципе, деловые, на каждый день, тоже очень симпатичные, необычные, не то чтобы необычные, но они как-то немножко отличаются от всего, что я видела до сих пор, вот где-то у меня здесь промелькнут название этого бренда, по ценам он в принципе сравним с тяжелым люксом, с таким тяжелым, тяжеленьким люксом, поэтому я удивлена, что я никогда не слышала этого названия, вот здесь написано, это называется бренд Nancy Gonzalez, вы слышали когда-нибудь про такое? Я нет, вот, ну, тем не менее, он существует, вне зависимости от того, знаем мы про него или нет, это, по-моему, продолжение Ивсен Лоран, очень интересная сумка, такой с большой длинной бахромой, такая богемная, прямо очень богемная, я тоже не поняла, что это, а потом сбоку, сбоку, когда стала снимать, увидела, что это сумки Ивсен Лоран, это Марк Джейкобс, по-моему, вот эти вот известные, их сумочки маленькие, с их фирменным значком, и с разноцветными толстыми ручками, тоже, кстати, их такой ноу-хау, я бы сказала, и вот видите, снова сумки, вот эти Культ Гая, здесь точно такие же сумки, как там на сейле, только здесь они не на сейле, вот в чем смысл, я не очень понимаю, ну, как бы, просто был конец сезона, видите, вот точно такая же, с ручками из бусин деревянных, те были в конце сезона, летнего, выставили на распродажу, а зимой выставили, ну, точно такие же сумки, но есть немножко не такие, вот там была такая пластиковая коробочка прозрачная, сверху вот такой шарик пластиковый, и это мы перешли к Дольче Габане, Дольче Габана, я не знаю, можно ли склонять, спрягать Дольче Габана, очень красивые сумки, не все, некоторые мне не очень нравятся, некоторые мне очень нравятся, вот те там две были, красная и белая, такая как резная, знаете, как кружевная, такая кружева из кожи, очень мне понравилась, вот эта желтая мне не очень, потому что она, в общем, какая-то резиновая, такая пластиковая, но это модно сейчас, и вот это вот их, как бы стандартное Дольче Габановское сердце, на спереди сумки, их как бы трейдмарк, и потрясающей красоты, потрясающей красоты шарфы, ну такой расцветки, ну просто услада для глаз, это Сальвадор Феррагамо, и вот это Ирши сумки, тоже Феррагамо, немножко там какой-то было написано, что Reduced Price, у них какие-то немножко распродажи, но не очень большие, а это бренд Клоэ, и вот это их новые сумки, новый дизайн, в этом году, по-моему, они вышли, вот с такой вот, как отделкой вокруг по сумке, как такой, знаете, как кружево такое, сделанное из кожи, и металлическое кольцо, неплохие сумки, но вот эти старые, мне как-то нравится больше, старый дизайн, просто он уже как бы устаревший, прошлогодний, мы же носим только новый дизайн, мы же прошлогодний не носим, это я шучу на самом деле, но почему-то вот прошлогодние, вот эти вот, мне нравятся больше, вот эти новые сумки, неплохие, но какие-то они простоватые, а вот эти вот, очень необычные, не знаю, мне больше они нравятся, это у нас Александр Маккуин, как всегда сумки Александр Маккуин, они такие геометрические, необычные формы, и тоже не похожи ни на что, их сразу можно легко отличить, от всех остальных, и вот были такие небольшие сумочки, были побольше, с металлом, в общем, красивые, нравятся мне сумки Маккуин, они необычные, они интересные, они всегда, их всегда видно, все, дорогие мальчики и девочки, на сегодня на этом все, я вам, наверное, сниму потом продолжение, просто мне уже надо было убегать, и бежать домой, так что вот сняла то, что сняла, возможно, вернусь еще и сниму одежду, или может быть еще сумки, все, люблю, целую, увидимся в следующем видео, надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно, пока-пока, бай!